Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как сказал бы друг Бисмарк, если границу не пересекает товар, границу пересекает армия. Мы за то, чтобы усилить нашу армию и увеличить отчисления в НАТО. Продолжение следует... Какое ваше мнение, господа, если в этом состоянии... Что вы там? Вообще можете не говорить даже. Я думаю, что вы согласны заранее с тем, что будет в Брюсселе решено. Я так думаю. Да? Вы можете даже не голосовать и ничего не делать. Ну, следующее, кто-то там, кто-то... А, приехал премьер-министр с Хорватии. А, ну у вас там что, все хорошо? И вы, в принципе, тоже согласны, что будет решено в Брюсселе, так? Да, вы можете не говорить, мы это знаем и так, и никаких проблем у вас нет. А где господин Макрон? Где Макрон? Как там Мак... А, вот он. Я Макрон? Да, вы Макрон, да. Попош, кстати, да. Да, да, да. Или это ваша жена так отпустила? Я поддерживаю позицию... В Хорватии. Мне приятно. Приятный президент. Да, за хорватскую позицию. Вы недавно были там в Москве и сказали, что там обещали все прекратить, все хорошо, так что у нас тоже хорошо, да? Да, а вы откуда, откуда вы? Польша. Вы Польша? А, ну Польша, у вас там проблемы? У нас с яблоками нет. Ой, у нас столько яблок, яблоки, нам бы продать яблоки. Яблоками не надо. Эй, эй, нам бы яблоки продать. Нет, яблоками вы сами как-нибудь там разберитесь, в общем-то. Остается только... А если вы там согласны не будете, то мы вам немножко дадим такого согласия, что у вас появится большое согласие с нами, со всеми... Согласить, да? Да. В общем-то, Бруссель, позиция Брусселя по этому вопросу будет выработана в течение ближайшего времени. Все, спасибо. Была показана замечательная доминация Брусселя, Германии и полное приближение интересами... Брусселя, Германии и полное приближение интересами... ...маленьких стран, но у меня известно, что Польшу засунули туда, в яблоки... И вот что-то она была нескрываемая, а забочная. Не скрываемая, а забочная. Да. Господа, самый лучший товар, это китайский товар. Послушай, когда посол позвонил и сказал, что тут в Беларуси самое классное место, я сказал, что Володя говорит, ты тут балду не гоняй поешь со своим Питером, поедем на Браславль. Но со своим, потому что самые лучшие товары в мире это китайские. Господин Пинь, ваш китайский акцент исчез. Исчез, да? Итак, друзья, с размахом присущим мышлению лидера Российской Федерации мы сейчас представляем наши собственные измышления о том, как остановить торговые войны с позиции Российской Федерации. Выпускник или студент высшей школы КГБ Владимир Путин размышляет о проблеме торговых войн и понимает, что единственным способом остановить глобальные торговые и прочие войны, это в контексте его мышления присоединение Соединенных Штатов Америки, Китая и Евросоюза к России. Поэтому он решает забить стрелку на Браславских озерах, пригласить туда Трампа, Синь Цзиньпина, чтобы это дело обсудить и понимать, поскольку люди, они достаточно умные, надо как-то их так хитро, по-чекистски, значит, обыграть, возможно, сделать так, чтобы, как бы, расклад игры. Поэтому сейчас мы в карты поиграем. Итак, Владимир Путин, Дональд Трамп и господин Синь Цзиньпин приехали на Браславские озера. Мы мирная страна, мы мирная страна, но до Урала наша. Владимиру Путину, как человеку, который понимает, что такое женщина, приходит в голову мысль о том, что как-то без бак, блин, скучно. И решает вопрос единственным ему известным радикальным способом, с помощью Рамзана Кадырова. Странно пришлось, понимаете. Рамзан Кадыров прям настоящий. Что ты там ищешь? Что ты там ищешь? Рамзан решает опрос. Тысяча. Можешь? И приносит нам Ангелу Меркель! Ангелу Меркель! Всем в горе! Всем в горе! Всем мировой! Ангела Меркель просто, ей просто нравится, странно. И сейчас начинается то, что есть такое, понятие, чекистское работа. Разводка. Ну, типа в карты они собрались. Не, Ангел Меркель я сыграю в карты. Это уж фантастик! А во что мы играем? Это мне потом скажу. Потом, да? Пока там Рамзан все это время инспектирует свою 30-тысячную армию. Пока товарищи играют в карты. Ну, разумеется, следите за руками Владимира Путина. Разумеется, он должен их обманать. Трамп, ты был в Москве в молодости. Делал бизнес. Ты, наверное, играл в карты, да? Ты знаешь эту игру? Ты же понимаешь, хоть мы с тобой и воюем, но победить мы должны вместе. Уберите Сойгу! Финал не предсказуемый, мы понимаем, в чем он закончится. Уберите Сойгу, да? Должен сделать так, чтобы они проиграли. Потому что в этом случае все они присоединятся к России, торговая насть закончится. Поэтому принц. А это хитро, смотри, ничего не влажно. Слэш-Рояль! Это финал! Владимир Путин с присущей ему психистской и и зуристской защитностью. Он играл. Визу война! Соответственно, США присоединяются к России. Синь Цзиньпин, ну, тоже вроде бы проиграл. Нет-нет-нет, давай переигрывать, давай переигрывать. Делать нечего. Ангела Меркель присоединяется к Германии, к Чечне, ЕС. Нет, он какой, какой, он какой мужчина! Какой мужчина! Да, я хочу жена! Я хочу жена! Проблема торговой войны разрешена путем единого государства. Но, в конце, поскольку мы на Брославских озерах, это в Беларуси, у нас появляется Александр Григорьевич Лукашенко. О, друг, товарищ, ой, друг, товарищ! Покудевший, жесточайший указ! Покудевший, жесточайший указ! Вы сами себе указ! У декрет! А вы, мужики! Порушение, у декрет Брослав, столица мира! Кого, Меркель в декрет? У нас же декрет! Разыходимся! Разыходимся, выполняем поручение! Поручение! У декрет! Войну решили! Это я тебе никогда не забуду Трамп! Столица мира! Я же тебя спрашивал, ты был в Москве! Я был в Москве! Я был в Москве из Брис! Так это не Трамп? Да! Слава Беларуси! Это замечательно! Девочки! Алена! 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 Очень симпатичный мужик! Так, друзья! Это Беларусь! О! Это вторая серия! Это Беларусь, детка! Ай, не понял! Кто этих? Трансгендер! Беларусь! Мисс! Дворец независимости! 29-ое собрание Совета Министров Республики Беларусь! Что же делать? Что же делать? Как же сделать так, чтобы Минск-1 был, Минск-2 был, а чтобы Минск-Всимирный был, чтобы эти войны все закончились? Что делать? Думайте! Думайте! Или я один буду думать? Александр Сергеевич! Предлагаю провести разоружение во всем мире! Да так, чтобы все головки легли! Это что-то новое! И что я поеду в Россию! И скажу волке, чтобы им головки положили! Вы думаете, что я скажу? А с Трампом? С Клинтоном встретимся? С Моникой, не дай Бог! Где мужики будут? Ерунда! Придумывайте! Александр Сергеевич! Да! Наша Академия наук вместе с ПВТ разработала в секретном стиле хай-тек Wi-Fi информационный купол X-45, который может накрыть землю и войны канут в лето! 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 А пульбы убрали? Нет! А надои колосятся? Нет! А что мы будем грабить с урожаем? Не знаю! А всякая пушеница полегла! А вы опять на лето все валите! Сколько можно валить на лето? Думайте! Думайте! Александр Сергеевич! Да! Так есть же последние разработки в социологии, философии, сексологии! И что за они? Тут яда без опри Енадьевича не обойтись! Где оприя? Почему он не на собрании? Александр Сергеевич? Да! Вы не беспокойтесь! Я поеду и все как добро! Енадьевич, ну ты же понимаешь! В твоих руках можно сказать многое! А то я в последний раз только за яйца учался, молоко пропало! Так что смотри! Все будет добро! Давай! Так вот видите? Никакую! Девчонки, девчонки! Женева, Швейцарский банк! Это Швейцарский банк? Да! А скажите, а вам нужен новый президент Швейцарского банка? Ядреный белорусский мужик? А если он будет с этим самого Трампа? Ну тогда это другое дело! Так вот! Вашингтон, овальный кабинет! Это больше на премьер-министры... Годится, годится! Ну что-то... Что там опять надо? Урезать! Поднять еще больше процентов! Сирию не дадим! Донбасс не дадим! Все будет хорошо! Служу России! Сынки. Здрасьте! 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 А вам треба? Сядь! Ядреный белорусский мужик! Вы понимаете я Трамп? Я Трамп! Смотрите! А вы кто? Какие ядреные мужики? А если он будет президентом швейцарского банка, где еще золота у Милы лежит? Вопрос надо решить. Они на два не согласились, надо шесть. Договоримся. Договорились. Нью-Йорк, Трайм-Тауэр, 5-я авеню. А если он будет ядронный белорусский мужик? Минск, дворец независимости, собрание. Что же делать? Где опря? Все пропало. Почтай, Сергей. Привет. Как? Все забил. Головки все стояли. Лежали. На, 6% будет. Так. А еще у нас управление. Еще золото Милы в сферском банке. Ну и я так, по ходу, свою личную проблему решу. Все? Спасибо. Здорово. Белорусы показали замечательную хитринку, называется. Ну что, что скажешь по поводу перформансов? Классно. Завтра повторим. Они были лучше, чем вчера, точно. Нет, нормально. На самом деле, русские иронии везде было замечательно. Ничего не забыли, да? Да, ничего не забыли. Причем и Кадырова, и все. Поэтому, друзья, спасибо. Еще поблагодарим друг друга за замечательную работу.